Моя любимая настойка это перцовка. Последнее время я готовлю ее по следующему рецепту. За основу беру 40-градусный дистиллят. Исходное сырье может быть любое, но я предпочитаю фруктовое. Конкретно здесь у меня виноградное сырье. На каждый литр дистиллята я кладу 2 столовые ложки меда. Мед у меня жидкий, поэтому 2 столовые ложки это вот ровно столько, сколько помещается по зеркалу. Если мед уже кристаллизовался, то в принципе хватит наверное 1 столовой ложки такой доброй с горкой. Дальше специи. Значит на каждый литр я беру примерно 15 горошин черного перца, 1-3 горошина душистого перца и одну гвоздичку и небольшой такой маленький кусочек корицы. Перцы я прогреваю на сковороде и измельчаю в ступки. Ну после этого соответственно загружаю все это дело в дистиллят. И острый перец. Значит в последнее время друзья я использую вот такой вот перец тринидатский скорпион. В 2011 году он был признан самым острым перцем в мире. У него там что-то в районе одного миллиона, что-то там 420 единиц жгучести по шкале. И добавляю вот буквально вот такой вот небольшой кусочек. Но перец это друзья дело такое сугубо индивидуальное, поэтому добавлять его нужно столько, сколько нужно вам. Вот такой рецепт. Моя любимая настойка. Называется тминная. Я ее еще и называю быстрая настойка. Делается буквально один вечер там или в ночь как говорится. Берем 3 литра самогона от 40 до 43 градусов, заливаем в кастрюлю, кладем туда 6 грамм семян тмина, 3 грамма семян укропа. Я обязательно ставлю термометр в крышку. У меня крышка с дыркой. И ставлю на средний огонь. Потому что надо быть аккуратным, потому что это опасно. Газ все-таки это не шутки. Как только термометр набирается до 60 градусов, я выключаю термометр, вытаскиваю и накрываю одеялом. Если это делается с вечера, то на ночь. С утра уже можно разлить по бутылкам, поставить в холодильник и к вечеру можно пить спокойно. Очень вкусно, вкусно к весным блюдам. К картошечке с мясом. Будет вообще отлично. Одна из моих любимых настоек на самогоне или водке, ну лучше конечно на самогоне, это хреновуха. Причем хреновуха не в пакетах купленная, готова уже, а когда вы делаете ее сами. Расскажу вам, как я ее готовлю. Довольно простой рецепт. Основным ингредиентом для приготовления нашей ядреной хреновухи, конечно, будет хрен. Я рекомендую его самому или накопать, или просто купить где-то на рынке или в магазине. Пусть он будет свежий. И потереть его на терке. Чем меньше вы потрете, тем быстрее он отдаст свои органолептические какие-то штуки и витамины отдаст. Также берем имбиря. Ну вот на глаз, я не знаю, там грамм, наверное, 70-100, может быть. И душистый перец. Вот столько. Конечно, нам потребуется мед. Я рекомендую класть. Ну, любой мед подойдет. Лучше, конечно, натуральный, без примесей и добавок. А сколько меда? Две столовые ложки, примерно 2 на 2 литра самогона. Самогон 40-градусный здесь уже залит. Вот. Это может быть водка на самом деле. Но я рекомендую все-таки использовать свой самогончик ручной работы, домашний, сделанный на самогонном аппарате самому. Я буду использовать вот такую крышку вакс вакуумную. Она позволит существенно ускорить процесс приготовления. Сейчас я все это смешаю, надену. И вот так она будет выглядеть. В этом случае готовый продукт, уже хреновуха, можно получить, в принципе, за сутки. Реально. Если вы положите много, использовать крышку вакс. Друзья, вот так вот выглядит, собственно говоря, сама наша будущая хреновуха. Но здесь обычная крышка. Видите, сейчас ничего не происходит. То есть просто она лежит и все. Я сейчас надену вакуумную крышку. С помощью вот этого насоса откачаю оттуда воздух. И посмотрите, что будет происходить. Друзья, я откачал воздух. Видите, благодаря такому клапану и вот такому насосу вакуумной крышке вакс. Они стоят недорого, но везде можно приобрести. И смотрите, что пошло. Пошло выделение кислорода из, соответственно, хрена, имбиря и так далее. То есть видите, во-первых, он наверх сплыл. То есть что это значит? Что он отдаст все свои вкусняшки, витамины, аутентичность гораздо быстрее. Мне кажется, раза в три. То есть в принципе завтра ее можно уже пить. Вот в вакуумной крышке. Видите, она довольна. Ей даже поднять я не могу. Чтобы откачать, нужно примерно 30 секунд. Вот такая красота. Завтра уже можно будет пить. Хреновуха чем хороша? У нее очень большое количество витаминов. И благодаря спирту или самогону эти витамины можно сохранить на долгое время. Вот в период слякоти, особенно для профилактики коронавируса, чтобы не заболеть, поднять иммунитет. Рекомендую категорически пить хреновуху. Берегите себя. Моя любимая настойка, настойка бородинская. Это безумно простая настойка. Очень быстро готовится и обладает потрясающим вкусом. Для приготовления настойки нам понадобится самогон, либо кому не повезло в жизни водка, крепостью 40 градусов, пол-литра. И бородинский хлеб, конкретно сухарики бородинского хлеба. 40 грамм. Сухарики должны быть вот такие, не надо их мельчить. Высушить, главное, чтобы они у вас не подгорели. Далее идет все достаточно просто. Первое. Закладываем в банку сухарики бородинского хлеба 40 грамм. Заливаем пол-литрами 40-градусного самогона, либо водки. Закрываем крышкой и убираем в темное теплое место. В качестве темного теплого места рекомендую вам мою прикроватную тумбочку. Впрочем, я не против, если вы найдете более надежное место. Самое главное, в первые сутки два раза эту банку встряхнуть, на последующие двое суток оставляем ее полностью в покое. Через трое суток процеживаем наш настой через ватный фильтр. Важно, никакие сухарики мы с вами не отжимаем. Пусть они останутся, как и были, в банке. Нам важно получить интересный, красивый цвет этой настойки и, конечно, ее прозрачный. После фильтрации мы получим потрясающий напиток. Конечно, его будет немножко меньше, чем было самогона. Вначале порядка 50 мл мы потеряем. Зато мы получим напиток прекрасного золотистого цвета. С ярким, насыщенным запахом бородинского хлеба. И эта настойка будет очень вкусна и прозрачна. Для окончания приготовления рецепта эту бутылочку достаточно поставить на часок в холодильник и потом на стол. Вот и весь рецепт. А дальше, уже пробуя этот напиток на столе, вы будете слушать похвалы в свой адрес от ваших друзей и гостей. Моя любимая настойка, это настойка на колгане. Колган придает напитку красивый янтарный цвет, но при этом он не имеет особого запаха или вкуса. Поэтому лучше использовать какой-то хороший ароматный самогон, фруктовый или зерновой. На трехлитровую банку самогона добавляем 3 ложки колгана, корня. Лопчатка прямо стоячая. Чтобы напиток получился более мягким, более ароматным, я добавляю чернослив. 5-7 штучек. Можно до 10, он будет сладковатый. Оставляем на 10 дней в темном месте. Через 10 дней фильтруем, разливаем по бутылочкам и охлаждаем. Нужно отметить, что такая настойка, она бодрит. Корень колгана дает силы и не хочется спать. Поэтому принимать вечером я его не советую. А вот в новогоднюю ночь это будет самое то. Все уже лягут спать, а вы будете куралить, танцевать и веселиться. Моя любимая настойка. Друзья, у меня три варианта. Признаюсь, не смог отдать предпочтение ни одному из них. Поэтому расскажу о трех. Настойка под коньяк. За основу я беру сахарный 96% недоректификат, разбавленный фильтрованной водой до 42%. Также вы можете использовать качественный деселят или водку. В 1 литр спиртового раствора добавляем 1 десертную ложку карамели, то есть жженого сахара. И перемешиваем до полного растворения. После чего добавляем ванилин на кончике ножа, десертную ложку каркаде, щепотку или пол палочки корицы. 9 изюминок, растолченных в ступке. Еще раз перемешиваем и добавляем 1 пакетик хорошего крупнолистного черного чая. Оставляем настаиваться в темном месте при комнатной температуре на 1 сутки. Через сутки фильтруем и напиток готов к употреблению. Но, если вы дадите ему отдохнуть 10-15 суток, вкус будет намного приятнее. Настойка под виски 1 литр качественного сахарного деселята 40-42% настаиваем на дубовой щепе средней обжарки в течение месяца. После жарим на сковороде 1 столовую ложку ячменного солода до придания ему золотисто-шоколадного цвета и добавляем его в полученную на щепе настойку. Спустя 3 суток фильтруем и ставим на отдых. Для придания напитку красивого цвета допускается добавить немного карамели. Через месяц можно употреблять. Имея в наличии виски, грех им не воспользоваться для приготовления леперой белиз. В металлическую емкость заливаем 2 банки звучонки, 800 мл 10% сливок, перемешиваем и нагреваем приблизительно до 40 градусов Цельсия. После нагрева добавляем 4 столовых ложки ванильного сахара, не перепутаясь с ванилином, и 2 столовые ложки растворимого кофе. Хорошенько размешиваем и добавляем 8 яичных желтков. Опять перемешиваем и заливаем 1 литр нашего виски. При отсутствии виски можно использовать качественный десцеллят. Последний раз все перемешиваем и разливаем по бутылкам. Ставим в холодильник на несколько часов, после чего можно употреблять. Моя любимая ароматная водка, яблочная. Для приготовления ароматной яблочной водки, ну или моцерата, как сейчас это принято называть, нам потребуется 3 литра обычного яблочного жмыха. Вот такой жмых у меня получается после того, как я отжимаю на Нептуне яблоки, яблочный сок в одну сторону, жмых в другую. Вот здесь 3 литра яблочного жмыха. Примерно 4 литра я использую НДРФ высокой степени очистки, 4 литра 96,2, вот так вот примерно у меня. И 14-15 литров воды. Из оборудования нам потребуется плитка, куб, использую фальшно. И для уверенности, что ничего не пригорит, я также использую мешок, пивоваренный так называемый. Само оборудование будет собрано в режиме подстилки. Жмых в мешке, мешок в кастрюле. Заливаю свой домашний спирт, НДРФ, я его называю 96,2. Залью воду, соберу оборудование и в путь. Вот так вот в итоге собрано оборудование. Соответственно, куб, крышка, поворотник. Поворотник 45 градусов, но это не принципиально. И дальше, соответственно, холодильник. Обращаю внимание, если вы будете пользоваться мешком и у вас не купольная такая крышка, а плоская. Ни в коем случае не наливайте под, грубо говоря, завязку. Потому что мешок может всплыть, перекрыть отверстие. И, соответственно, недалеко до аварии, до печальных каких-то событий. Обратите на это внимание. Перегоняю на максимально возможной мощности, сколько даст плитка. У меня она дает 2400 китайских киловатт. Несмотря на то, что был практически спирт залит, я все равно во время перегона отбираю 30-50 миллилитров, так называемую дань бахусу. Ну, что-нибудь, воздух, спирт образуется, какие-то незначительные количества. В принципе, этого можно не делать, но я себя приучил. 30-50 миллилитров бахусу с каждого перегона отдаю. Ну, вот, у меня тут уже накапало 35. На этом достаточно. Теперь приемной емкости. Все, жмем на полный до того момента, пока в приемной емкости не будет. Кому как нравится, кому 41-42, я останавливаюсь где-то на 40-39% крепости. Практически половина пути пройдена. Теперь, чтобы контролировать ситуацию и не упустить момент, я опускаю в приемную емкость спиртометр. И по нему буду ориентироваться, чтобы не пропустить, когда крепость достигнет нужного мне размера. Обращаю внимание, что важно смотреть, чтобы в приемной емкости температура была не выше 20, в идеале 20 градусов. Тогда не надо делать корректировки на показания спиртометра, потому что все оборудование измерительно откалибровано на температуру 20 градусов. Перегон подходит к концу. Вот уже на текущий момент в приемной емкости 45% примерно спиртуозность. Использую два ориометра. Для того, один 0, 40, другой 40, 70. Они как бы идут друг к другу навстречу. И заодно проверяю. У меня была ситуация однажды, когда один ориометр был неисправен, и я долго не мог понять, что происходит. А так, два ориометра. Крайне редко, чтобы оба были неисправны. В результате получился напиток абсолютно прозрачный, с ярко выраженным ароматом яблока. Я этот напиток отношу к застольным. Тот, который можно употреблять, когда к тебе приезжают гости, и застолье затягивается. Моя любимая настойка Аквавита. Но показывать, как я ее делаю, вам не буду. Потому что я использую готовые наборы от известного производителя. А покажу вам, как я делаю ароневую водку. И напишите в комментариях, кто еще также называет черноплодную рябину. Я на своем канале уже делал дистиллят из аронии. Ну и, естественно, засушил немного ягоды для экстрактора сокслита. Заливаю в куб литр 70-градусного спирта. Заполняю большой бункер экстрактора почти до полна. И вот весь экстрактор в полном сборе разгоняю на мощности 3500 ватт. Как только температура в кубе перевалила за 60 градусов, подаю воду и снижаю мощность до 1500 ватт. Заполнение экстрактора начинается на 82 градусов. Процесс наполнения и слива происходит за 8 минут. Как только перестает сильно окрашиваться флегма, открываю на полную кран на узле отбора. И начинаю отбирать ароматный спирт. На 92 градусах в кубе закончил отбор. Итого я отобрал 700 мл ароматного арониевого спирта крепостью 82 градуса, который, естественно, я разбавил до 40. И на все это у меня ушло не более двух часов. Вот эта вот ароматная водочка, арониевая, черноплодная, как хотите называйте. В общем, ваше здоровье. Моя любимая настойка – это кизиловка. Не обращайте внимания на шум, у меня самогоночка гонится, индукционка шумит. Смотрите, купил я 3 килограмма кизила. Кизил очень спелый, просто обалденный. Смотрите, какой просто супер, супер-супер спелый. Сейчас я его весь переберу, хорошенечко промою и буду ставить настойку на кизиле. Это у меня будет называться «Виталясовка» на кизиле. Буду ставить в 10-литровые банки. Ну, рецептуру сейчас попозже расскажу. Пока мою, перебираю, потому что здесь вот попадаются с ножками, попадаются некоторые вот такие вот больные, которые нам не нужны. Желательно перебрать все это дело, чтобы было все качественно. Для себя делаем. Хорошенько кизил я промыл и положил вот сушить на чистое полотенчика. Сейчас он просохнет. Он не должен быть сырой. Нам лишняя вода в настойке. Зачем? Она нам не нужна. Сейчас он просохнет. Эх, вот один расплющился, зараза. Вот какой. Давайте его съедим. Вкусненько. Так. И будем ставить на стоечки. На стоечку. В принципе, ничего сложного. Здесь все получается очень просто. 10-литровая вот эта банка. 3 килограмма кизила. Залил я 6-ю литрами 60-ти процентной сортировочки. И положил 600 грамм сахара. Сейчас вот крышкой, крышку закатаю. И периодически так ее буду бултыхать в течение двух месяцев. В общем, два месяца в темное место, в шкафчик. И все. Потом профильтруем. И будет вкусняшка. Ох, видеокамера, конечно, вряд ли передаст какой-то получился цвет. В общем, рубин. Вот, рубиновый цвет. Теперь я вот так вот периодически все это дело взбалтываю. Вот он. Цвет просто бомбический. И через два месяца профильтрую сначала через морлечку. Потом через ватку пропущу. Вот. И все. И это будет очень вкусно. Она получится 40-процентная. Если нужно сделать, ну, для женского пола, кто, может быть, любит послабже, то, естественно, нужно сортировочку перед заливкой делать послабже. Так что, ну, это на вкус и цвет. Я люблю 40-процентную, поэтому вот именно 40-процентная. Вот такая красота. Обалденный такой рецептик. Моя любимая настойка – это вишня. Гореная вишня на косточке. Особенно в зиме пьют. Для ее приготовления нам потребуется 20 битров сахарного хорошего дистиллята. Качественного 40-процентного. Мы выливаем его в нашу емкость. Собственно, и смешиваем с вишней. Повторюсь, спиртуозность у нас нашего дистиллята 40. Само собой, когда вишня настоится, настаиваться там у нас будет месяц, спиртуозность уходит. На литр мы используем на 1 литр 250 грамм вишни. Вишня, повторюсь, вот такая вяленая с косточкой внутри. Про косточку мы поговорим отдельно. Говорят, что якобы вредно держать ее долго. Возможно, это и правда, но больше месяца держать смысл я вообще не вижу настаивать на этой вишне. Поэтому за месяц ничего страшного не произойдет. Испытано годами. Рецепт очень вкусный, хороший. Если у вас качественный дистиллят, то ничего страшного к вам не произойдет. Итак, 20 литров дистиллята, 5 килограмм вишни. И я очень люблю корицу сам все, поэтому я добавляю обязательно корицу. Это по вкусу, ребята. Для меня лично получается такой, знаете, холодный гринтвейн, потому что я, кроме корицы, добавляю еще и немного гвоздики. Можно добавить даже, пойти дальше, добавить немного апельсиновые цедры. Но это уже, опять же, на любителя. Я делал, мне понравилось. Гвоздики, опять же, добавляем по вкусу. Ну, я думаю, что зубчиков 10, цветочков 10 можно добавить смело. Смело. Все. Теперь вот эту вот всю красоту мы закрываем крышкой и отправляем в темное место на один месяц. И так мы не будем делать вид, что прошел месяц, потому что у нас, само собой, запасы есть в месячной давности. Как раз эта вишня уже подошла к своему логическому завершению, к фильтрации. Вот эти ягоды плавают сверху. Видно, что они разбухли и их стало гораздо больше. Единственный минус этого напитка в том, что очень большие потери из-за фильтрации, потому что разбухает вишня, отдает лишнюю мякоть и потом отрывать очень сложно. Но это того стоит. Вот такой получается у нее цвет. И просто бомбический, изумительный вкус. Вкуснее, не встречал ничего. Газ идет. Моя любимая настойка – перцовка. Вам уже про нее рассказали, но я предпочитаю свой вариант. На трехлитровую банку хорошей водки берем 2-3 вот таких вот красных острых перца 5-6 горошин перца черного, 5-6 горошин перца душистого. Естественно, покрупнее все это дело. Столько же ягод можжевельника, тоже покрупнее. Щепотку тмина, щепотку немолотого кориандра, три гвоздичины и три ложки хорошего горячишного меда. Почему горячишного? Да потому что он самый вкусный, самый ароматный. Неплохой вариант, конечно, мед расторопший, но горячиха все равно лучше. Настаиваем около двух недель, но где-то дней через пять начинаем уже пробовать на остроту, потому что люди разные, у всех разные вкусы. Кто-то любит поедренее, кто-то любит так, чтобы слегка-слегка обжигало. Поэтому как только количество остроты, количество капсаицина начинает вас устраивать, вынимаем вот эти острые перцы, а оставшиеся ингредиенты можно продолжать настаивать вообще хоть полгода. Будет только вкуснее. Ну и естественно, потом снимаем все это дело с осадка, разливаем по бутылкам, ну и наслаждаемся замечательным напитком. А я сейчас в Крыму, наслаждаюсь морем, солнцем, замечательными видами. Ну и могу вам пожелать здоровья, счастья и всего, чего вы сами себе пожелаете. Субтитры создавал DimaTorzok